Партия Единая Россия Мы сейчас стоим перед порогом новых испытаний. Президент, когда обозначал задачи и для партии Единой России, и для регионов, поставил очень серьезную планку. Чтобы реализовать, нам нужно объединить все усилия. Только вместе мы достигнем тех задач, которые ждут от нас жители. И поэтому я, как человек, отвечающий за Камчатский край, не мог не взять на себя ответственность за реализацию этой главной политической задачи, консолидации всех сил на развитие Камчатки, на обеспечение интересов жителей. Владимир Викторович, говоря о задачах, буквально накануне, в ходе прямой линии, Владимир Путин подчеркнул, что главное отличие Единой России, что она никогда не берет на себя невыполнимые задачи, те, с которыми она не справится. Вот чуть подробнее, что это за задачи? Их обозначал президент на съезде. У нас есть свои региональные задачи. Во-первых, задачи очень амбициозные, в то же время реализуемые и четко просчитанные. И самое главное, за ними стоит вполне конкретная ответственность людей, которые ведут за собой, которые возглавляют Единую Россию сегодня. Задача главная, которую президент обозначил, это повернуться лицом к регионам. И это как никогда важно для нас, для Камчатки, для особого региона, которым нужен особый подход, и мы его почувствовали, мы услышали эти поручения в выступлении президента. Это развитие системы здравоохранения с акцентом на первичное звено, на сельские ФАПы и больницы. Это расширенные осмотры, которые сейчас очень нужны после коронавирусной инфекции. Это обновление, капитальный ремонт школ с акцентом на сельские школы, опять же. Это выделение дополнительных средств на инфраструктурное развитие, инфраструктурные кредиты, дороги. Здесь я, кстати, хочу сказать, что поручение по выделению дополнительных средств на дорожное строительство правительством Российской Федерации уже выполнено. На Камчатке мы получили 200 миллионов рублей, которые будут направлены уже до конца года на самые ожидаемые, самые острые потребности жителей с точки зрения улучшения качества нашего дорожного покрытия. Это, конечно, люди, поддержка семей с детьми, людей в сложной жизненной ситуации. Все эти задачи нам предстоит решать сообща. И от того, насколько командное будет наше взаимодействие, будет зависеть то, какую роль Камчатка сыграет, насколько велика будет поддержка нашего региона и насколько быстро жители Камчатки почувствуют реализацию на практике поручений президента страны. Ну вот если говорить о команде, какая она эта команда, вот в целом команда «Единой России» и та команда, которую непосредственно вы поведете на выборы в ЗАГСобрании? Президент много говорил о команде, о тех людях, на которые он опирается и подчеркивал, что это те, кто не боятся ответственности и готовы браться за сложные амбициозные задачи ради жителей. И мы видим, что подтверждение этих слов находится в отражении в федеральной части списка. Это такие эффективные, надежные политики, как Сергей Кожугетович Шойгу, министр обороны, как Сергей Викторович Лавров, олицетворение нашей дипломатии, который отстаивает интересы России в мире. Это те, кто многие годы уже занимаются развитием подрастающего поколения, талантливых детей Елена Шмелева, защищает интересы семей с детьми Анна Кузнецова. Это, не побоюсь этого слова, герой последнего года Денис Проценко, который на передовой в красной зоне борется уже почти полтора года с коронавирусной инфекцией. Мы видим, что на уровне Дальнего Востока тоже решение абсолютно последовательное. Возглавил список Юрий Петрович Трутнев, который уже многие годы отдал Дальнему Востоку и который действительно смог реализовать на практике поручение президента о том, что развитие Дальнего Востока должно стать приоритетом для всей страны. Именно Юрий Петрович позволил ускоренное развитие Дальнего Востока преображение наших городов и поселков обеспечить за эти годы. Абсолютно закономерно, что второе место в списке заняла Ирина Анатольевна Яровая, не просто депутат от Камчатки, а заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Мы все на Камчатке очень хорошо знаем, ценим, любим Ирину Анатольевну за то неравнодушие, энергию и эффективность в отстаивании интересов жителей Камчатки на самом высоком политическом уровне. Десятки тысяч людей с Камчатки могли в этом убедиться на практике, обращаясь как с большими, так и с очень маленькими, казалось бы, но важными для конкретного человека проблемами. Мне важно, чтобы список Единой России на региональном уровне также соответствовал поставленным задачам. Он серьезно обновляется. Те, кто долгие годы входил в законодательное собрание без ощутимых результатов, будут менять свое место работы. Наоборот, мы привлекаем новые лица, новых людей, которые должны своей энергией и открытостью к людям вдохнуть новую энергию в работу ЗАГС Собрания. Должны вывести его на качестве новый уровень. Должны реализовать прямое поручение президента, чтобы мы в нашей работе слышали и слушали людей. Чтобы мы исходили из интересов каждого человека, не запирались от них в кабинетах или не сидели только в столице края. Чтобы мы на улице вместе с людьми вырабатывали стратегию и потом планомерно ее реализовывали. Владимир Викторович, а как же остальные партии? Ведь тоже они пойдут на выборы, наверняка у них будут программы и наверняка у них будет что-то полезное, рациональное. Абсолютно точно. И более того, я буду, безусловно, продолжать ту же политику, которую проводил и до сих пор. Политику постоянного диалога и включения всех конструктивных сил в работу на благо края. Для меня нет большой разницы в политической принадлежности. Главное, что человек представляет интересы жителей Камчатки и что человек готов искренне работать на благо людей. И каждому такому человеку, вне зависимости от политической принадлежности, найдется место в диалоге и инициативы совместно будем доводить до результата. По большому счету команда, она одна большая команда Камчатки. Совершенно верно. И с другим подходом результата мы не достигнем. Только объединившись ради интересов людей, мы сможем добиться результата, который все от нас ждут. Субтитры создавал DimaTorzok